Место для прогулок собственными руками. Под таким негласным девизом вышли на уборку прилегающей территории жители заводского района. Почему людям не жаль потратить свой законный выходной на общее благо в нашем следующем сюжете. Утро выходного дня с метлой и граблями. Для заводского района это в порядке вещей. Субботники с участием местных жителей здесь часты. В этот раз убирать сквер на улице Марины Росковой вышли десятки человек. Школьники, учителя, работники социальной сферы и районной администрации. Посильное участие принимают пожилые. Для них это повод пообщаться и вспомнить традиции советских субботников. Молодежь тоже не прочь помахать лопатой. Конечно тяжеловато, но это приятная усталость, потому что все-таки ты работаешь во благо и на благо своего района. И деткам здесь приятно гулять. Пруд тоже у нас стал чистым. Даже видела моя дочка там андатру. Администрация заводского района предоставила инвентарь метла, лопаты и материал для посадки. 80 саженцев. Каштаны, березки, рябины. Вместе с местными жителями в субботнике принимают участие глава района и представители депутатского корпуса. Говорят, не все же в кабинете сидеть. Идея, которая у нас существует в этом микрорайоне, это создать тут парк. Сейчас мы высадим в очередной раз деревья. Сажали весной. Вот можете пройти посмотреть, они прижились. За последние пять лет я считаю, что заводской район преобразился в этом плане. Все те заброшенные участки, которые были, они приобрели другой вид. Другой вид и стали более привлекательными. У нас вообще на самом деле по поводу этого сквера много планов. В идеале, конечно, здесь можно было бы расположить еще и площадки, и дорожек можно было бы для прогулок сделать совсем другое, и велосипедные какие-то дорожки, где можно было бы на роликах кататься. Тем более, что и площадь позволяет. Сквер на улице Марины Росковой занимает около семи гектаров. Районные власти надеются, что когда разрешится вопрос собственникам этой земли, на эту территорию уже несколько лет притянует фирма-застройщик. Тогда можно будет воплотить планы преображения сквера и обыграть редкую для парков Саратова особенность – собственный прудик. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.